Андрей Андреевич Пянковский, не только аудио, но и видео в формате с нами. Андрей Андреевич, мы снова рады вас приветствовать, теперь еще и видеть вас рады. Класс. Спасибо, я уже начал отвечать на ваш центральный вопрос. Что мы ждем от пятого или четвертого, запуду, Сарамштейна, возможности. От пятого вроде бы как. Да, мы ждем серьезного ответа на вопрос, который поставили в своем манифесте 20 выдающиеся американские военно-политические эксперты, такие как Дэниел Фрид, Джон Хербст, Курт Волкер и другие. Они поставили вопрос президенту Байдену. Мы помогаем Украине для того, чтобы она держала победу, поставляем достаточно вооружение. Или мы поставляем достаточно вооружения, вооружение достаточно только для того, чтобы она не проиграла и приостановила российское наступление. Это очень острый вопрос. По существованию процитирование позиций двух ведущих чиновников администрации. Победа Украины, полное восстановление территориальной церкви, это цель, которую вновь и вновь декларирует министр обороны Остин и госсекретарь Блинкин. Не поражение Украины, не допустить поражения. Это другая совершенно формулировка, ее использует помощник президента национальной безопасности Селиван, добавляя еще каждый раз, что наша задача не допустить эскалации конфликта в практической сфере. Это выливается в то, что у Селивана каждый раз накладывается какое-то ограничение на американскую помощь, как по количеству он держит хаймерсов, так и по номенклатуре. Министр обороны Резников нам рассказал, что его практически застали дать письменное обязательство не использовать ракеты хаймерса для ударов по российской территории, включая, скажем, аэродромы в Белгороде, с которых взлетают самолеты, уничтожающие мирное население в украинских городах. И чтобы это обещание выполнялось, до сих пор не поставлена ракета «Этакс» Хаймерсон, дальности до 300 километров. Вот очень жестко характеризует эту позицию автора письма, используя знаменитую такую популярную английскую идиому. Вы пытаетесь вырвать поражение из пасти победы, переворачивая смысл популярной формулы «вырвать победу из пасти поражения». Ну, довольно серьезные вопросы должны обсуждаться 8 сентября. Параллельно информагентство Reuters опубликовало информацию, согласно которой президент США Джо Байден в ближайшее время обратится к Конгрессу с просьбой выделить еще 11 миллиардов 700 миллионов долларов для военной и бюджетной помощи Украины. Эти события связаны между собой? Я имею в виду встречу в формате «Рамштайн» и намерение президента Байдена попросить еще больше денег для военной и бюджетной помощи? Конечно, связано. Нас, конечно, больше всего интересует номенклатура и количество военного оборудования, но оно кем-то должно оплачиваться. Это параллельные вопросы. Поставка оружия и финансированность. Финансируем, вроде бы, все нормально. А вот это ограничение, которое накладывает еще имеющие позиции в администрации группы Селливана, такого не надо провоцировать Путина с такой философией, Я думаю, что... Я очень сильно надеюсь, и по моей информации, моим источникам, что окончательная победа линии Блинкина-Остин пройдет именно на этом заседании 8-го. Его будет вести Остин. И я надеюсь, он объявит в том числе и о поставке ракет дальности 300 километров. Да, возможно, будет включено ограничение, не использовать их по территории Российской Федерации, но Крым ни в коем случае не будет рассматриваться как... Крым-то Украина, да, конечно, безусловно. Да, это было подчеркнуто недавно. Это уже еще очень важная победа группы Остина. Но без этих ракет нельзя решить одну очень важнейшую, не только военную, а политическую и психологическую задачу уничтожения Крымского моста. Андрей Андреевич, наш генеральный штаб докладывает о том, что Путин приказал оккупантам захватить Донецкую область в ее административных границах до 15 сентября. Наверняка об этих планах прекрасно знают в Белом доме, в Пентагоне. Как вы думаете, будут ли они ожидать, пока это случится, или же поставки будут раньше? И вообще, если, знаете, союзники ожидают, пока будет захват неких территорий, возможно, это тоже какой-то определенный вид стратегии, или же нет? Нет, ну вы же видите, поставки идут достаточно плавно, по нарастающей. И вот мы брали интервью с Аллатыниной, у одного из ведущих авторов этого письма, Джона Хепстера, и он критикует очень резко администрацию Байдена за те ограничения, которые она до сих пор находится. Он говорит, что всегда, всегда мы побеждаем. То есть сначала какое-то оружие не поставляется, потом через месяц, через два это ограничение снимается. Но это же каждая задержка, это человеческие жизни, потерянные украинцами. Поэтому это очень острый вопрос. Они, авторы письма, замечательно напоминают администрации, что украинцы сейчас своей героической борьбой, они спасают жизни тысяч, а может быть десятков тысяч американских солдат, которые в случае, если бы Украина потерпела поражение, как первые четыре дня, как предсказывали военные эксперты, то победоносная путинская армия вышла бы с лозунгами «Собирайте манатки, убирайтесь вон на границе Прибалтики». И тогда уже, выполняя свои обязанности по статье 5, американцам пришлось бы умирать, защищая территорию НАТО. Это громадные поставки оружия, это, с одной стороны, решение проблем безопасности Соединенных Штатов, с другой стороны, это громадный моральный долг перед героической армией Украины. Я думаю, что эта точка зрения возобладает ближайшее время. А речь идет о поставках оружия, что-то отдельное или уже связанное с ленд-лизом, поскольку буквально в конце этого месяца, в начале следующего, начнет действовать этот закон, если не ошибаюсь. Ну, вот, что значит, связанное с ленд-лизом? Нас интересует, какие изделия, вот, придет ли «Аттингс», пришлют ли самолеты, обещанные «Миги» или «Ф-16», на которые уже сейчас тренируются украинские летчики. Мне кажется, слишком большое внимание в украинской миде уделяется вот этому термину «Ленд-лиз» — это американская бухгалтерия, по какой статье деньги проводить. Это же не так важно для Украины. Важно, сколько таких денег, и важно, какое оружие приходит. Да, но важен еще один вопрос. Когда? Когда эти деньги будут проводиться, и когда это оружие будет поступать? Вот именно потому, что когда, вы же смотрите, по-моему, уже в пятый раз принимаются, так как ленд-лиз по закону идет с начала финансового года, с 1 октября, каждый раз принимаются 30 миллиардов, потом еще 1 миллиард, 3 миллиарда, чуть ли не каждую неделю сейчас. Финансовые вопросы американцы решают. Вот упрек наших друзей в Украине тем, что пока отдельные элементы наиболее чувствительного для врага оружия задерживаются с поставкой. И прежде всего это касается ракет «Этекс». Но еще раз повторяю, думаю, что этот вопрос 8 сентября будет решен. Андрей Андреевич, давайте тогда поговорим о наших других союзниках и очень важных, очень сильных, мощных и влиятельных Германии. Недавно несколько представителей, депутатов Социал-демократической партии Германии, которые заведуют Олаф Шольц, канцлер Германии, выступили с обращением за мирное урегулирование войны России против Украины. Если говорить более конкретно, то они сказали следующее. Человеческие страдания, разрушенная инфраструктура и потеря благосостояния для всех должны привести к более разумным решениям в 21 веке. СДПГ, Социал-демократическая партия Германии, является партией мира и должна дать этому толчок. Скажите, это плохо или этого стоило ожидать? По-моему, каждого честного человека должна тошнить, от этого лицемерия. СДПГ – это партия русских агентов. Вспомните канцлера Шрадера, продавшего Германию, дощих по служащему Кремлю. А вот другой подход демонстрирует лидер партии «Зеленых» Анна и Елена Берберг. Она вчера заявила, вообще сказала, беспрецедентную для западного политика вещь. Я обещал народу Украины сделать все для его защиты. Я буду это делать, чтобы об этом не думали, и чтобы об этом не говорили мои избиратели. Это настоящий политик, который ставит геостратегические интересы Запада, спасение защиты западной цивилизации, выше синеминутных настроений немецких бюлгеров. Да, даже сказала, если на акции протеста выйдут из-за повышения тарифов, все равно санкции не остановят. Да, это очень сильно было. Вот это точка зрения. Мы же видим, мы видим это в течение года. Вот борьбу, вот такой точкой зрения, которую высказывает Анна и Елена Берберг и этой продажной десятилетиями прислужившей Кремлю социально-демократической партии Германии. Да, Андрей Андреевич, спасибо большое за информацию. Кстати, вы навели нас на интересную мысль, и далее будем ее развивать, о тех шпионах, которые так или иначе были связаны с руководством Германии. Германия, которая по тем или иным причинам не вовремя, недостаточно и так далее предоставляла помощь украинской стороне. Вам спасибо огромное, ну а мы будем продолжать. И вам извините за технические трудности. Все в порядке, мы очень рады вас и слышать, и видеть в любой момент.